Уважаемые студенты, сегодня у нас лекция четвертая, называется «Индивидуальные особенности личности». Так как тема очень большая, я поделил ее на три части, и первая часть четвертой лекции называется «Способности». Способности, как определил Теплов, это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет, обеспечивает их быстрое приобретение, закрепление и эффективное использование на практике. Если говорить более подробно, то Теплов выделил три особенности, относящиеся к способностям. Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого. Во-вторых, способностями называют не всякие индивидуальные особенности, а лишь те, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. В-третьих, понятие способность не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. То есть, видите, способности это, во-первых, особенности, которые нас отличают, во-вторых, особенности, которые помогают нам успешно что-то делать, в-третьих, то, что мы уже знаем и умеем, выучили, научились, не является способностями, а способности это именно сама возможность что-то осваивать, что-то делать лучше других. Вот в таком ключе. Выделяют много видов особенностей, способностей, то есть классифицировать их можно по разным основаниям. Ну вот одно из оснований это классификация на природные и приобретенные способности. Строго говоря, научно, способности это уже прижизненное образование. Человек родится с задатками, так правильно говорить в науке. Задатки это особенности нервной системы, особенности, например, наблюдательности, да, особенности речи и так далее, на основе которых потом у человека могут сформироваться способности при определенных условиях. Ну вот то, что я сказал, да. Например, человек с высокой чувствительностью вкусовой может прекрасно исполнять обязанности дегустатора. С развитым обонянием может стать парфюмером. Но нельзя сказать строго научно, что человек родился со способностями парфюмера или дегустатора. Это будет неправильно сказать, поскольку в момент рождения он не знал подобной деятельности. Ну вот известная картинка Гангаль был такой исследователь, не психолог, биолог скорее всего, который пытался определить в каких участках мозга располагаются вот центры различных способностей, деятельностей интеллектуальных. На основе вот таких схем были даже позже сформированы негативные теории, например, о превосходстве одних рас над другими. Считалось, что, например, европейская раса более интеллектуально выше, поэтому строение черепа, размер мозга больше и так далее. То есть вот на таких основаниях пытались строить разные концепции, лженаучные. Так, общие бывают способности и специальные способности. Общие, иногда еще есть такое определение G-фактор, то есть те, которые определяют нашу способность ко многим видам деятельности, ну более или менее близким. А специальные способности те, которые узконаправленные. Вот, например, вот указаны способности к музыке, к математике, педагогические способности и прочее. Некоторые исследователи, психологи считали и считают, что вообще человек либо способен, либо нет. Вот, без разницы, какой он деятельностью занимается, если он способный человек, то он достигнет результатов хороших. Другие же считают, что нет общей способности человека, человек предрасположен к той или иной деятельности, а не ко всем сразу. Теоретические и практические способности. Учебные и творческие. Вот здесь тоже стоит обратить внимание. Педагоги, родители часто видят задатки детей. Есть понятие одаренности, на котором тоже остановимся. И из-за этого делают заключение, что ребенок обязательно во взрослой жизни проявит себя творчески именно в этом направлении. Но очень часто оказывается, что повзрослев, человек как бы утрачивает способность творить что-то великолепное. Он входит в норму, становится таким же, как большинство людей и не проявляет особых способностей. Здесь можно сказать, что у него больше способностей учебного характера. Он способен легко и успешно учиться. Другие не очень себя проявляют в учебный период. Например, Эйнштейн, тот же Стив Хокинг, выдающийся американский астрофизик. А вот в возрослой жизни они проявили себя, как и выдающиеся ученые. То же самое можно сказать и об искусстве. Вот, одаренность. Ну, от слова «дар», да, то есть дар, данный то ли Богом, то ли природой, который человек может реализовать, а может и нет. Талант. Это более высокая такая, более уже уточненная, так скажем, степень проявления одаренности, когда человек достигает значительных успехов в определенных областях деятельности, искусства, науки. Ну, гениальность, от латинского «дух». Вот в одном из диалогов Платона Сократ рассказывает о гениях, существах, которые стоят на ступени выше, чем люди, но чуть ниже, чем боги. И они являются как бы посыльными от мира людей к богам, а от богов к людям. Буквально можно сказать, что гений – это духи добра или зла, есть выражение «злой гений». То есть мы должны понимать, что это люди, которые по своему интеллекту, мировосприятию стоят выше обычных людей. Ну, вот здесь такая присутствует схема, в которой показано соотношение данных понятий. Ну, и общеизвестно, есть такая практика определения IQ, да, то есть уровня интеллектуального развития человека, который является результатом сравнения биологического возраста человека и умственного его возраста, то есть насколько он умен, превышает ли его интеллект, способности своего возраста или меньше, или соответствует. Из этого вот он вычисляется. К тому же стоит сказать, что развитие интеллекта во многом зависит от обучения, от воспитания, от условий развития человека, от общения его зависит. К тому же ученые предполагают, что есть для каждого вида деятельности, есть так называемые сензитивные периоды развития, когда ребенок наиболее восприимчив к тем или иным видам деятельности. Если в этот момент создать соответствующие условия, пробудить мотивацию ребенка, интерес, то он может проявить великолепные способности. Ну вот здесь дается литература, которая может вас заинтересовать по этой теме и помочь вам в подготовке. Плюс к тому дополнительные материалы будут помещены в программу «Универ». Спасибо за внимание.